Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть такая прикольная штука, называется кускус. Я бы назвал это разновидностью макаронных изделий, потому что изготавливается кускус из крупномолотой пшеницы твердых сортов, по сути из манки. Готовится он быстро, но как в любом блюде подобного типа, я имею ввиду блюда из макаронных изделий. В результате важен даже не сам кускус, а соус, в котором он готовится или с которым он подается. Собираюсь приготовить сегодня крайне вкусную штуку. Показываю. Поехали! Это у меня уже разделенные на составные части куриные крылышки. Надо их опалить. И старательно натереть острой аджикой. Она очень острая, поэтому лучше воспользоваться перчатками. Кстати, я показывал на канале, как ее готовить. Ссылку в описании оставлю. Если забуду, напомните. Исправлюсь. Готовить буду в порционных горшочках. Еще для совсем уж замечательного соуса понадобится много чеснока. На порцию смело по два зубка кладу. Также в каждый горшочек идет лавровый лист. Несколько штучек черного перца. Несколько душистого. В духовку минут 50-60. Температура 200. Верхний и нижний нагрев. Курица у меня будет готовиться в собственном соку, поэтому важен небольшой объем горшочков. В большом объеме вся выделившаяся влага распространится достаточно широко, так скажем. Концентрация будет невысока и курица просто достаточно сильно высохнет. Для того, чтобы вкус готового кускуса был совсем же замечательным, есть два варианта. Либо заранее обзавестись очень, прям очень насыщенным куриным бульоном. Либо приготовить луковый бульон или соус. Не знаю, как правильно сформулировать. Подскажите в комментариях. Короче, понадобится очень-очень много лука. Мелко нарубленного. Кусочек сливочного масла и немного оливкового нерафинированного. Экстра-верджин. Холодного отжима. Ароматного. И весь этот лук при периодическом помешивании надо превратить в соус или бульон. Ну вы же договорились. Средний огонь под крышкой. Лук достаточно присты даст сок. Особенно если его еще и посолить. Вот когда он даст сок, надо будет огонь убавить и томить под крышкой на слабом огне. Отлично. Сок выделяется. Он же превращается потихонечку в карамель на дне. Соус будет просто обалденный. Пора добавить немножко воды. Почти все готово. Курица уже практически в идеальном состоянии. Ароматы просто сногсшибательные. В каждый горшочек отправляется кускус. На один объем крупы, ну или макаронных изделий, кускуса короче, на один объем кускуса нужно добавить полтора объема соуса, ну или бульона. Я про насыщенный куриный бульон, если вы решили с луком не возиться. Режим приготовления тот же самый. 200 градусов верхний и нижний нагрев. Всего готовить к кускусу минут десять. Готовьте большие ложки. Наконец-то можно пожрать. Я уже голодный, как не знаю кто. Видите, курица готова. Элементарно отделяется от кости. И кускус весь пропитался вот этим классным луковым соусом. Лук, слегка обжариваясь, выделяет сахара. Эти сахара карамелизуются. Потом мы добавляем воду немного. И получается такой классный карамельный соус. Я попробую. Курица здесь, приготовленная запеченная в аджике, имеет очень яркий вкус. Классный вкус. Поэтому я считаю, что вот такой способ приготовления кускуса, когда он готовится не в воде, а либо в насыщенном курином бульоне, либо в высоком луковом соусе, это то, что нужно готовить. Это классно, здорово. На этом позволю с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok